малина вы бандиты он отворил ваня вместо давай на место ухты бандива но папу от и рыжачи падение детство даже еще блюдо таскать бандюга вы же чего не могу сказать что нельзя так делать все еще нормально поглядывание все едем малыша в сад отвезем у нас по плану козыр вывести скоро зима скоро снег у нас вон еще там стоит короче мусор у нас на хрена вывести снять вот эту штуку еще столы закрыть пленкой на зиму ну так в целом вроде все что надо сделать гриме сделано уже материал гриме запутать украшение все убрали сад готов к зиме доброе утро как и бонзай? делают из кружочков Николаю Евгеньевичу говори то растение, которое посередине у нас растет в клумбии из этого растения делают бонзай едем в садик дождиклил всю ночь работа на участке никогда не кончается сколько бы их ни делал, все равно что-то останется не сделанное так задача вывести мусор сейчас посмотрим что у нас тут чувствовать как всегда завал мусорная реформа да мусорная реформа ну, баки пустые хорошо у нас там не искать что прям ушел навалим покажи смотрите смотрите что у нас происходит опять покупки непонятные по заблокированной карте хотели хотели провести покупки 299 298 149 казалось бы там например 8.37 сейчас утра это все было попытки все были 8.05 8.06 сейчас по факту звоним в Сбер на горячую линию постараемся узнать что это такое вообще кто это совершил здравствуйте Анна Михайловна это Сбербанк я ваш виртуальный ассистент Афина чем я могу помочь? соединиться со специалистом подписок у меня никаких нет уточните пожалуйста что вас интересует соединиться со специалистом соединяю вас со специалистом мы записываем разговоры с клиентами чтобы сделать обслуживание еще лучше Кристина здравствуйте Кристина добрый день подскажите пожалуйста у меня 21 сентября были мошеннические действия по карте карта в этот день заблокировалась а сейчас у меня на заблокированной карте пытается кто-то списать деньги три раза это что такое? Анна Михайловна последние 4 цифры карты назовите 33.45 подписки что ли оформлены какие-то я я я я я я я я я ее сняться платы именно за подписку. Так, все три платежа это подписка Яндекс Плюс? Да, все верно. Получается, первая операция Яндекс Плюс 299 рублей, далее 298 рублей подписка, и далее 149 рублей, это все Яндекс Плюс у вас. Ну, тут момент такой, у меня одно устройство Яндекс Плюс, которое подпиской пользуется. Не три. Минуту, пожалуйста. В данном случае это по подписке. Вам нужно будет сейчас на сайт зайти Яндекса, проверить свои подписки, какие у вас подключены, и проверить, какая карта именно у вас подключена. Потому что в данном случае вот это именно только подписка пытается снять плату. Угу. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, всего доброго, Адель Ситянин. Уточните, решили ли ваш вопрос в контактном центре? Скажи. Вот так вот. Нет, они просто три раза пытались это сделать. Почему не три штуки-то? Не получилось, не получилось, не получилось. Че не так? Так во всех трех платежах разные суммы. Ну, надо сначала проверить. Но сначала надо зайти и посмотреть, какая карта указана там, и когда ты ее переписывал. Так что, друзья, ничего не факт. Надо, говорю, проверять все. И тем более вот эти все, даже не знаю, каким словом их назвать, эти подписки, которые иногда, конечно, польза, иногда наоборот вред, иногда просто забываешь, и они начинают автоматически списывать. Но вот эта вот ситуация со списанием, это уже было, и тогда вы их сняли уже через саму компанию, по-моему, да, ты звонила? Там тоже неправомерно было снятие. То есть Яндекс неправомерно снимает просто деньги. Потом начинают почему-то плодиться устройства непонятные какие-то, еще лишние платы два раза в месяц. Ну, это, конечно, все... Устройство одно, Алиса? Устройство у тебя было одно, но списали у тебя несколько раз. Ты помнишь, за два устройства списано было? Да, да. И тут так же непонятно. Сейчас зайдешь, проверишь. Немножко истории самого большого села в России. Теперь, конечно же, может быть, критерии поменялись, но по крайней мере, примерно до 2000-х годов оно так и было. Церковь Вознесения была построена, была заложена в 1833 году, так как Кенчеркасс это казачья станица и первые переселенцы казаки строили церковь. Церковь деревянная, первая она сгорела и приняли они решение построить вот эту церковь. три прихода здесь. В 1933 году церковь была заложена, строилась фундамент, бутовый камень, пустоты песком просыпались. Вот. Церковь каменная. Освящение центрального было проведено в 1652 году. С этого года и считается дата действия этой церкви. В 1853 году была школа открыта при церкви. Как пишет в исторических справках, на тот момент церкви была мала, потому что казаки, в основном мужчины, стояли на улице и слушали службу. Вот так вот на сегодняшний день в Кене-Черкассах три действующих храма. Вот этот самый большой относится к Отрадненской епархии. Проходят службы здесь как положено по канонам. Три. Что бы связано, перевожу вас в поддержку Яндекс Плюс. Сейчас обращений больше, чем обычно, поэтому нужно подождать. Пожалуйста, не отключайтесь. Вам ответит мой коллега умный голосовой помощник. Он постарается вам помочь. А если не сможет, позовет это. Куда бить? Я кругом одни помощники умные. Вы позвонили в Яндекс Плюс. Для улучшения качества работы разговор может быть записан. Оставаясь на линии, вы соглашаетесь на получение СМС от Яндекса. Если вы уже обращались в поддержку на почту или в чаты, или оставляли обращение через оператора колл-центра, больше ничего делать не нужно. Сейчас сроки обработки увеличены. Мы напишем вам на почту или в чате, когда обработаем ваше обращение. Я ваш голосовой помощник. Подскажите, какой у вас вопрос? Соединить с оператором. Звоним по вопросу списания денежных средств с заблокированной уже карты. Запросы на списание. Запросы. Ну, понятно, что запросы. Просто интересно стало, почему. Потому что суммы разные. Три запроса на разные суммы. Яндекс Плюс прибор один. Тем более сотрудник Сбербанка сказал, что это Яндекс. Сейчас посмотрим, если, конечно, удастся нам дозвониться. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня сегодня была попытка списания за подписку Яндекс. Мне Сбербанк пояснил. Звонила на горячую линию Сбербанк. Дело в том, что карта заблокирована и сумма были разные три устройства. У меня одно устройство. Вот хочу выяснить, что за три устройства. Алло. право на заборах по вашей ситуации. Скажите, пожалуйста, вы знаете, на каком аккаунте у вас активный бирж? Ну, наверное, да, знаю. Три попытки оплатить услугу было сегодня по моей карте заблокированы. Я позвонила в 900 и суммы у всех трех попыток были разные. 299, 298 и 149 что ли? Я вас понял. Сейчас попробуем разбавить данную ситуацию. У вас, если есть доступ к аккаунту, можете, пожалуйста, назвать ваше имя и фамилию, как вы указываете за регистрацией. Девушка, скажите, пожалуйста, в данной ситуации вы бы что хотели сделать? Разобраться, за что списывают деньги. вот как, деньги и разные суммы. Устройство у нас одно, колонка Алиса. У нас три заявки на три разные суммы пришли по списанию. 8 0 5, 8 0 6 были. 8 0 5, 8 0 5 это первые были. Вторая 8 0 6. Это по самарскому времени. 3 заявки на списание. Карта заблокирована. У них не получилось. сегодня утром. Мне нужно разобраться, что за устройство требует оплаты, потому что у меня одно устройство, не три. суммы разные. Ладно бы суммы одинаковые были. ваше обращение, как разобраться с ситуацией, почему было три, попытки списания с равной суммой. Да. Хорошо. и закрепил обращение хорошо все спасибо большое спасибо большое до свидания хорошо пожалуйста оцените качество работы специалиста поддержки нажмите цифру от 1 до 5 где один очень плохо опять отлично спасибо за вашу оценку вы помогаете мощно вот такая вот вкратце ситуация списание заблокированной карты были произведены попытка списания три раза причем суммы по всех трех случаях были разные пояснил пояснил сотрудник сбербанка что якобы это яндекс за подписку алисы скорее всего за подписки точно столько точно сказать она ничего не смогла вот сейчас позвонили на горячую линию яндекс написали за протоколировали так скажем наше заявление дадут ответ будем ждать что там напишет так пока спасибо спасибо и Продолжение следует...